Привет, мои дорогие! Спасибо, что смотрите это видео. Меня зовут Оксана и сегодня я поделюсь с вами рецептом моей любимой маски. Это маска из фаворитов. Те маски, которые я вам показываю в огромном количестве, они тоже хорошо работают. Но вот эта маска, это та моя любимая маска, которой я пользуюсь регулярно. Маска на основе аспирина хорошо отшелушивает верхний аргавевший слой клеток, убирает черные точки комедоны. Хорошо проникает в расширенные поры. Дополнительно эта маска осветляет кожу, убирает пигментные пятна, убирает шелушение. Те компоненты, которые входят в состав этой маски, также убирают и сухость. Поэтому маска подходит для всех типов кожи. Сделайте эту маску 2 или 3 раза в неделю. Ваша кожа будет выглядеть как после очень дорогого салона. Кстати, эту маску также можно хранить в холодильнике в закрытом виде до 5 дней и использовать в недельном уходе для профилактики появления преждевременных морщин и пигментации. Давайте приступим. Сейчас вы узнаете рецепт моей любимой шеи, простейшей маски из аспирина. Аспирин хорошо осветляет кожу, хорошо выравнивает оттенок лица, убирает пигментные пятна. Дополнительно в момент смывания дает и очень хороший скрабирующий эффект. Маска универсальная. Я уверена, что вы ее так же полюбите, как и я. Нужно взять 2 таблетки аспирина, добавить 1 чайную ложку обычной кипяченой воды. Я иногда использую минеральную воду, но если под рукой нет минералки, то ничего страшного. Вполне хорошо получается эта маска и с обычной кипяченой водой. Растворите аспирин так, чтобы получилась однородная консистенция. Кстати, соблюдайте порядок приготовления домашних масок. И если вы используете какие-то ингредиенты, последовательность добавления тоже очень важна. Так, чтобы маска получилась у вас очень качественная. Растворите аспирин до полного его, так сказать, растворения в воде. И, кстати, если аспирин у вас плохо растворяется, он бывает разной плотности, то предварительно просто его разомните в порошок и залейте водой, так гораздо быстрее растворится. Следующий компонент, который я люблю добавлять в домашние маски, это зубная паста. Кстати, использовать зубную пасту вы можете ту, которой пользуетесь в момент чистки зубов. Добавить нужно всего лишь одну каплю. Зубная паста хорошо тонизирует кожу, обеззараживает. Также, если у вас кожа проблемная, если есть высыпания и расширенные поры, то зубная паста, хорошо проникая глубоко в расширенные поры, будет расщеплять те жиры, которые закупоривают поры. А в сочетании с аспирином это просто бомбический эффект вы получите сразу после всего лишь первого такого применения. Если вы опасаетесь, что у вас может быть аллергия там на зубную пасту, то можете проверить, конечно. Но так как вы регулярно чистите зубы, и зубная паста попадает на слизистую оболочку, которая имеет очень тонкую кожу и через слизистую оболочку очень быстро все впитывается, то уверена, что аллергия на кожу, тем более, которая имеет 5 слоев, уверена, что вы не получите. И следующий компонент, который я люблю использовать для этой маски, это дрожжи. Дрожжевые маски хорошо питают, хорошо уплотняют кожу. В сочетании с аспирином и зубной пастой работают просто великолепно. Единственная трудность использования, скажем, дрожжей, извините, просыпала, использования дрожжей, это их разнообразная консистенция. То есть, если вы используете сухие дрожжи, я люблю использовать именно сухие, то они, конечно, будут быстрее подходить, быстрее будут взаимодействовать с водой. Если вы используете дрожжи из брикетов, то они требуют большего количества времени, но ничего страшного, они тоже хорошо подходят для приготовления этой маски. Нужно взять одну чайную ложку дрожжей и теперь внимательно смотрите, внимание, как говорится, потому что следующий процесс, он очень тоже важен в приготовлении этой маски. Нужно наблюдать, если дрожжи быстро растворяются, да, и получается консистенция более густая, то в процессе смешивания этих ингредиентов вы можете добавить еще кипяченой воды. Я вот вижу, что у меня маска получается густоватая, и я, пожалуй, добавлю еще одну чайную ложку кипяченой воды. И также размешаю и буду наблюдать, как в дальнейшем маска себя будет вести, потому что консистенция должна получиться приятная к нанесению, не густая и не жидкая, чтобы маска и те питательные компоненты, которые есть в ее составе, хорошо держались и фиксировались на эпидермисе, на коже, на самой. Так, даем несколько секунд буквально, чтобы дрожжи подошли. Как я уже сказала, быстрые дрожжи, они на то и быстрые, что процесс приготовления более ускоренным получается. Но тщательно смешивайте. Нужно дать примерно 5 секунд на то, чтобы быстрые дрожжи все-таки подошли, и консистенция стала такой более приятной. И теперь смотрите, обязательно добавляйте в эту маску эфирные масла. Это могут быть те классические эфирные масла, универсальные. Это может быть масло лаванды, жасмина. Есть масла узкой направленности, например, если вы добавите в эту маску масло, скажем, почули, либо цитрусовых, лимона, мандарина, апельсина, то, соответственно, осветляющий эффект будет более активно работать в этой маске. Я добавляю масло лаванды, потому что хочу получить приятные ощущения, успокаивающее воздействие на кожу. Нужно добавить 2 капли эфирного масла. Получилось 3, но ничего страшного. Тоже, как говорится, не навредит. Главное, чтобы не превысить именно этого количества. Так как эфирные масла нельзя наносить на кожу в чистом виде. Можно получить ожог. Только лишь в сочетании с другими ингредиентами. Их можно использовать, а лучше всего с базовыми маслами. Но все косметические масла выступают в роли базовых. Можно также их эфирные масла сочетать и с оливковым, либо с подсолнечным маслом. Маска имеет очень приятную консистенцию. Наносить маску нужно на подготовленную кожу. Перед маской сделайте скраб или пилинг. Если у вас нет купероза, то перед этой маской можно распарить кожу. Также эту маску можно сделать в сауне или в бане. Наносите эту маску на кожу лица, на кожу шеи, на кожу зоны декольте. Также эту маску можно нанести и на кожу вокруг глаз. В момент нанесения этой маски на кожу вокруг глаз не заходите на слизистую оболочку. Наносите маску по кожным массажным линиям. Нанести нужно в два слоя. Первый слой быстро впитается, поэтому через 5 секунд можно нанести второй слой. Держать маску нужно не более 20 минут. Затем размягчите кожу водой комнатной температуры, либо полотенцем смоченной водой. В момент смывания сделайте массаж лица по кожным массажным линиям. Маска не требует тонизирования кожи, поэтому сразу нанесите питательный или увлажняющий крем. Обязательно поделитесь этим видео со своими друзьями, мамами, подругами. Для того, чтобы как можно больше женщин знали о простых способах омоложения кожи лица в домашних условиях. Всем мира, добра и красоты! А с вами была Оксана. Увидимся завтра с новым рецептом. Всем всего хорошего! Пока-пока!